Сегодня мы скажем несколько слов про тринадцатую страницу трактата Таанит. Здесь продолжение дискуссии про разные строгости разного уровня постов, а заодно упоминается и девятая ава, хотя главная сугер про девятая ава будет в конце трактата, как я уже говорил, но немножко здесь заодно касается его Талмуд и также законов Авеля, скорбящего по умершим родственникам. Там тоже какие-то законы похожи на законы постящихся, и поэтому заодно и это упоминается в данном контексте. В частности, подробно обсуждается насчет того, в каких случаях нельзя мыться только горячей водой, а в каких и холодной водой. Что касается практической халахии, у нас закон такой, что девятая ава, как, наверное, большинство знают, в всяком случае соблюдающие евреи все это знают, что девятая ава нам нельзя мыться вообще, ни горячей, ни холодной, все тело и даже руки и лицо нельзя холодной водой помыть утром, только мы пальцы моем после сна. Три раза обычно после сна евреи моют пальцы, когда встают, но в обычной дне мы моем всю руку, ладонь тоже и тыльную сторону, а в девятая ава и также в Йом-Кипур мы моем только пальцы три раза после сна. Ну и, конечно, после туалета тоже так же, а в остальные времена мы в Йом-Кипур вообще и в девятая ава вообще не моемся. Получается, это даже строже, чем во время Авейлута. Может быть, мне кажется, потому что еще во время Авейлута все-таки семь дней законы одинаковые, поэтому трудно человеку не давать мыться вообще, даже лицо помыть в течение целых семи дней. Один день еще можно потерпеть. Во всяком случае, во время Авейлута все семь дней можно мыть руки и лицо холодной водой, но нельзя мыть остальные части тела. А вот во время девятого ава вообще ничего нельзя мыть. И вот эти вот особые посты, которые у них были, помните, мы в предыдущем уроке обсуждали Мишну, который обсуждает разные уровни постов, начиная с более мягких постов в самом начале, когда дождя нет, и потом, чем дольше дождя нет, тем более строгие вот эти посты. Там, соответственно, разные уровни строгости, они к нам сегодня не относятся, потому что у нас таких постов сегодня просто нет, как я уже говорил. Даже обычно это короткие посты, как правило, раввины не устанавливают сегодня, кроме тех, которые уже приняты всем юридическим народом, как 17-я Томуза, например. Но вот из-за дождей, из-за подобных вещей, из-за несчастий разных освещал. Люди молятся, но редко бывают посты. Если бывает, то снабы один пост. И он короткий пост, только с утра до вечера и без всяких особых строгостей. Поэтому все это к нам отношения особенного не имеет. Также здесь одно обсуждается про посты, и в частности про посты, которые человек на себя сам принял, что он может и должен добавлять во время молитвы. Мы знаем, есть специальная вставка в молитве, которую мы произносим в Шаме Атфила. Но здесь был диспут, где ее произносить, на самом деле, когда индивидуум молится. У нас, Аллаха, что всегда индивидуум произносит это только в Шаме Атфила. То есть в Брохе, где вообще добавляют все про разные просьбы. Ведь в Шаме Атфила можно любые просьбы, в принципе, добавить. Там же, соответственно, индивидуум добавляет, если он постится, будь то добровольный пост, который он на себя принял, или пост из общинных постов, как, например, 17-я Томуза и подобные, или даже Тани Тестер. Во всех этих случаях говорят в Шаме Атфила специальная вставка. Если забыл, то ничего страшного, ее не нужно. Из-за этого не нужно возвращаться назад в Шмоне Асре. Это молитва, где он просит, чтобы сегодняшний ответил на наши молитвы. А вот в повторении Шмоне Асре, когда это общинный пост, как 17-я Томуза и подобные посты, и 9-я Ава в том числе, то Хазан, он и в утренней молитве, и, соответственно, тем более в Минхе, говорит эту же вставку, как отдельную броху между Гоэль и Рофе, между брохи, которые кончаются Гааль и Исраэль, Всевышний, который, ну, Гоэль и Исраэль, в настоящем времени, да, в Шмоне Асре это в настоящем времени, в брохи до Шмоне Асре это в прошедшее время, Гааль и Исраэль до Шмоне Асре мы говорим, спасший Израиль, а спасающий Израиль, Шмоне Асре, брохи обычно кончаются в настоящем времени, Гоэль и Исраэль. И следующая броха обычно после нее Рафаэйну Хашем Излечи нас и мы излечимся Так вот между ними вставляется как раз броха Про то, что Всевышний ответил на наши молитвы Во время поста и принял наш пост Это все значит у нас во всех обычных постах Ну кроме Йом-Кипура Когда вообще особые молитвы, разумеется, праздник Во всех обычных постах Говорит Хазан, соответственно Вот эту вставку как отдельную броху Есть диспут, правда, сколько нужно Чтобы постилось людей в синагоге Чтобы Хазан мог это сказать Нужно ли, чтобы постился целый миньян То есть 10 человек Или достаточно, чтобы большинство Или там 7 из 10, или 6 из 10 Или вообще не обязательно, чтобы было Какое-то конкретное число Просто раз это пост постоянный И с нами нашим мудрецами То может быть Хазан всегда должен это говорить Во время поста Во всем случае сам Хазан должен поститься Если Хазан не постится Обычно не выбирают такого Хазана Если он не может поститься, больной, например То не выбирают такого Хазана В пост Подобный же вопрос можно спрашивать Значит, того, кого вызывать Ктори в пост Можно ли вызывать Ктори Если Коин, например, не постится А другого Коина нет Я сейчас не буду вдаваться В эти обсуждения Между прочим, замечу, что Сифарские евреи обычно Упоминают Не только в Минху Но и в утренней молитве Индивидумы В Шуме от Фила Упоминают Анейну Ашаманейну Но в Ашкиназим принято Что, так как индивидум не знает Закончит он пост или нет Мало ли что случится Поэтому Принято, что Только в Минху уже Когда ближе к концу дня Тогда только Упоминают Анейну Те, кто постятся И, наконец Последнее, что я хотел Упомянуть Что когда-то были Особые еще посты И они будут Гораздо более подробно Обсуждаться в нашем трактате Позже Уже в другом перике Когда они Не просто Говорили одну лишнюю броху То есть В Шмонесле Вставляли вот эту броху Между Гоэль и Рофе Анейну Ашаманейну Но вдобавок У них были вообще Особые брохи Всего, получается 24 брохи В Шмонесле То есть Лишние 6 благословений Это все будет Очень подробно Обсуждаться позже Сегодня таких постов Нету Как я уже сказал Даже в Израиле Сегодня не устанавливают Такие посты Чтобы эти законы Соблюдались Тем более, что Сегодня и Особой опасности нет Когда нет дождя Как я уже говорил Поэтому в любом случае То, что для них Было вопрос Жизни и смерти Сегодня Баруха Шем Это уже не так И На этом мы на сегодня Закончим Если вам нравится видео Пожалуйста, жмите лайки Пожалуйста, жмите лайки